Врачи внимательно следят за жизнью и здоровьем беременных женщин, а лекарства, которые им назначаются, проходят тщательную проверку. Но так было не всегда. В послевоенное время в мире произошел настоящий бэби-бум, из-за чего поколения наших бабушек и дедушек до сих пор называют бумерами. Тогда, 70 лет назад, стала стремительно развиваться медицина и в частности фармакология, но у руководителей компаний не было возможности или желания отслеживать негативное влияние препаратов на организм человека, а лекарства часто назначались интуитивно. Это седативное снотворное лекарство, побочным, но приятным эффектом которого являлось противорвотное действие. Для будущих матерей, которые по утрам мучились от тошноты, талидамид стал буквально палочкой-выручалочкой. Лишь после родов женщины узнали, какой ценой был достигнут этот волшебный эффект. Оказывается, талидамид – тератогенный препарат, негативно влияющий на внутриутробное развитие плода. Лекарство немецкой компании было относительно дешевым, не вызывало зависимости, и к тому же его продавали без рецепта. Оно быстро стало популярным на немецком рынке, затем по лицензии его начали выпускать в остальных странах Европы. А со временем о нем узнали и в США, однако в Штатах фармакологи подошли намного серьезнее к тестированию препарата, чем сами производители лекарства. Это предотвратило масштабную талидамидовую трагедию. В Европе повезло меньше. В период с 1956 по 1962 годы, в странах, где опасное седативное средство было широко распространено, по разным подсчетам родилось от 8 до 12 тысяч детей с врожденными дефектами развития. В основном у них были недоразвитые и изуродованные конечности, могли частично или полностью отсутствовать руки, ноги или пальцы. Также встречались случаи, когда пальцев было больше. Около половины младенцев числа пострадавших имели серьезные патологии и не доживали до одного года. Первым врачом, который проследил связь между увечьями и приемом талидамида, был австралийский акушер Уильям Макбрайт. Он лично назначал этот препарат женщинам, которые страдали от утренней тошноты, а затем, когда принимал у них роды, увидел плачевные результаты его действия. В конце 1961 года в медицинском журнале The Lancet вышла его статья, где он подробно расписал, к чему приводит прием опасного лекарства на ранних стадиях беременности, подчеркнув, что в основном поражаются кости плода, но иногда возникают серьезные пороки развития внутренних органов. Эта женщина работала в Американском управлении по контролю качества продуктов и лекарств. Именно ее предвзятое отношение к новому препарату на фармрынке США спасло жизни тысяч детей. Толидомид попал на рассмотрение Келси уже после того, как широко применялся в Европе, однако эта хрупкая женщина отнеслась к делу серьезно и не повелась на маркетинговые уловки фармацевтических компаний. Она запросила провести больше исследований препарата, поскольку в описании было крайне мало данных о его токсичности и усвоении. На Фрэнсис оказывали давление местные фармацевты. Один за другим они приходили в кабинет Келси и требовали одобрить препарат, однако без результатов проведенных тестов женщина отклоняла заявки вновь и вновь. Тем временем в Америке стали ходить слухи о тератогенном действии толидомида, а дальнейшее его изучение доказало, что вредные вещества проникают сквозь плацетарный барьер матери и причиняют непоправимый вред здоровью ребенка. Воз препарата на рынок Америки был полностью запрещен, а через год Джон Кеннеди лично вручил Фрэнсис Келси президентскую награду за ее стойкую позицию, которая спасла жизни тысяч американских детей. Компания Чемми Грюнентал признала свою вину в случившемся и извинилась перед пострадавшими лишь 9 лет назад, заявив, что все это время фирма пребывала в состоянии молчаливого шока. В 1967 году фармацевтической компании были выдвинуты обвинения в том, что только в Западной Германии пострадали как минимум 5 тысяч детей и еще около 5 тысяч взрослых получили различные нервные расстройства. Совет директоров обвиняли в убийстве младенцев, нанесении телесных повреждений выжившим детям и нарушении медицинских законов. Обвинительный акт от четырех сотен истцов занимал около тысячи страниц, но ни один из руководителей компании не был наказан, несмотря на то, что судебный процесс получил широкую глазку во всем мире. Их интересы защищали 40 адвокатов, а дело закончилось тем, что компания обязалась платить пострадавшим пожизненную компенсацию. Правда, первые выплаты начались лишь спустя 3 года после окончания суда и были довольно скромными. Эта катастрофа заставила фармакологические компании в корне изменить схему производства и выпуска лекарств. Препараты стали испытываться на разных видах животных, а также начали применять технологию инвитро, то есть тестирование вне живого организма. Сейчас в мире до сих пор живут несколько тысяч людей из поколения бумеров, получивших увечья из-за тератогенного действия талидомида. Такова оказалась цена за условную безопасность New Generation. В Испании начался процесс поиску жертв талидомида. Около 200 человек с врожденными дефектами подали в суд на немецкий фармацевтический концерн Грюненталь, производивший препарат, ставший причиной их инвалидности. Ассоциация ВИД, объединяющая людей, пострадавших от талидомида, прописанного их матерям во время беременности, требует от немецкой компании выплаты компенсации в размере 204 миллионов евро. До сих пор удавалось привлечь к ответственности лишь распространители препарата. Против концерна Грюненталь судебных решений не было. Он лишь несколько раз...